Когда возникают серьезные проблемы, люди независимо от того, во что они верят и верят ли вообще, поднимают глаза к небу и просят и молят о помощи. А вот когда случается что-то хорошее, человек, как правило, забывает вознести благодарность жизни и Вселенной. А как поступаете вы? Как вы себя ощущаете, когда вас благодарят за какую-то услугу, совет, хорошо выполненную работу? Ваш подарок за приготовленный обед правда приятный? И сил становится больше, и сделать хочется еще что-то приятное для человека с благодарным сердцем. Захочется ли вам сделать подарок человеку, который не оценил и не поблагодарил за то, что вы ему подарили? Как все люди и все живое, Вселенная очень любит благодарность. Ей так же, как и вам, это приятно. Она очень ценит тех людей, которые искренне благодарны за ее дары. И для человека с благодарным сердцем ей хочется делать, делать и делать, приумножать и одаривать его всем, о чем он мечтает. Почему? Потому что как на небе, так и на земле. Это великий закон, который упоминается всеми великими посвященными. Благодарность – это ключ, который открывает каналы духовного измерения и пути в мир процветания и изобилия. Благодарность приближает все хорошее и все желаемое нами. Человек с благодарным и добрым сердцем всегда будет процветать и притягивать к себе прекрасных людей процветанием и счастьем. Поэтому, какой бы ни была ваша жизнь в этот момент, остановитесь на мгновение и задумайтесь о том, что вы имеете, что вам уже достигнуто. Я уверена в том, что вас найдется за что поблагодарить. За что быть благодарным? Необходимо учиться быть благодарным абсолютно за все, даже за проблемы. Да-да, и за проблемы тоже. Так как, если появляется проблема, может быть, вам необходимо понять какой-то урок в школе жизни. Взгляните на них под другим углом. Во-первых, вместе с проблемой всегда дается ее решение. Во-вторых, может быть, за ней скрывается новая для вас возможность. Будьте благодарны за все, и ваши проблемы будут намного быстрее решены. Клаус Джоулт рассказывает в своей книге о необычном продавце, которому удается продавать в три раза больше товара, чем это делают другие. Как же это ему удается? Совершенно определенная внутренняя установка привела его к невероятному успеху. Установка на любовь и благодарность жизни за все. Этот человек благодарится людей даже тогда, когда ему не удалось показать свой товар. Он благодарен за все и преисполнен любви. Установка на любовь и благодарность жизни за все. Субтитры создавал DimaTorzok